Стерлитамаку для активной застройки не хватает земельных участков и инженерных мощностей. Границы города подошли уже к Стерлитамакскому району. Местная администрация видит выход из ситуации в расширении территории, а также в возведении новых сетей водоснабжения и водоотведения за 4,5 миллиарда рублей. С таким предложением они обратились к премьер-министру Андрею Назарову в ходе выездного заседания правительства. По их мнению, эти меры позволят городу решить ряд накопившихся проблем в жилищном строительстве. Вместе с тем, второй город по величине демонстрирует высокие показатели в промышленности и планирует увеличить производственные площадки. О ближайших перспективах города на нашем следующем материале. Из окон этого дома виден Стерлитамакский район. Город активно застраивается в западном направлении и застройщикам уже не хватает участков для возведения новых жилых домов. Если в 2017 году Стерлитамак занимал четвертое место по объему вводимого жилья, то сейчас находится на 12 позиции. С начала года здесь ввели в эксплуатацию 30,5 тысяч квадратных метров жилья. Хотя в планах ежегодно строить не менее 100 тысяч. На данный момент западный район за ближайшие 10 лет уже исчерпал свои возможности по земельным участкам и обеспеченности инженерными сетями. Новые районы, это прибрежно-радужно, частично не могут выполняться в том объеме строительства, ввиду того, что там обеспеченности сетями нет. И это опять же перспектива ближайших 5-7 лет. Еще одним препятствием для увеличения ввода жилья стали инженерные сети, которые исчерпали свои резервы. Так, для строительства водопровода и канализации городу необходимо 4,5 миллиарда рублей. Большая работа предстоит. Надо будет нам взвесить по поводу границ Тиритамака. Можем ли мы принять решение, которое будет направлено на увеличение границ, по расширению границ. Это раз. Второе, конечно, мы будем изыскивать средства для финансирования строительства сети, водопровод, водоотведение. Ну, это и другие коммуникации. Это тепло, газ, электроэнергия. В общем-то, здесь есть по многим направлениям уже сложности. Поэтому это предстоит совместная большая работа. Что касается социальных объектов, то в ближайшие три года в перспективном микрорайоне Западный появится поликлиника на 750 посещений в смену. Построить ее власть региона планируют в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером выступит компания ВПРФ. Объем инвестиций составит 1 миллиард 700 миллионов рублей. Телетамак у нас является одним из самых крупных городов нашей республики. Здесь планируется привлечение и средств государственно-частного партнерства. В настоящий момент по строительству поликлиники прорабатывается частная инициатива с привлечением партнеров ВПРФ. Я думаю, что мы к этому сроку, к концу 2024 года, должны реализовать ее в полном объеме. Если же в строительстве показатели в Телетамаке не из лучших, то в промышленном производстве наблюдается положительная динамика. Так, за 9 месяцев года предприятия Телетамака отгрузили продукции на 98 миллиардов рублей. Это на 26% больше, чем год назад. В ходе рабочей поездки премьер-министр Андрей Назаров посетил вагоноремонтный завод. Сегодня предприятие является крупнейшим в Фриволжском федеральном округе по техобслуживанию и ремонту грузовых ЖД-вагонов. В год здесь производится более 75 тысяч колесных пар и ремонтируется свыше 12 тысяч вагонов. Годовая выручка составляет 5 миллиардов рублей. На сегодняшний день мы в совместной работе с Питерским научно-исследовательским институтом организовали участок по модернизации нефтехимических цистерн. И эта модернизация, она, соответственно, позволит продлевать срок службы и делать эти цистерны универсальными. И продление срока службы будет с 24 до 32 лет. В перспективе планируется объединить стерлитамагский вагоноремонтный завод с благовещенской компанией «Реалго» и уфимским тепловозоремонтным заводом. Сроки и механизмы слияния пока неизвестны. Предприятие динамично развивается не только на площадке стерлитамагского вагоноремонтного завода. Сейчас они заходят в Благовещенск, ведут переговоры. Возможно, и с уфимским тепловозоремонтным заводом будут там вестись переговоры. То есть предприятие так динамично развивается. Именно то развитие промышленных предприятий, которые сегодня есть, показывает и рост отгрузки. В ближайшие годы власти региона планируют создать в Стрельдамаке станкостроительный кластер. Якорным резидентом станет группа компании «Стан», которая активно развивается и демонстрирует высокие показатели. Если в 2018 году предприятие выпускало два станка в год, то в прошлом году отгрузило уже 58 изделий. Ожидается, что в этом году объем выпускаемой продукции перевалит отметку в 60 станков. В станкостроительный кластер также войдут компании «М-РОБО», «Станкомонтаж», «СММ», а также индустриально-промышленные и химико-технологические колледжи. Помимо этого в Стрельдамаке на базе башкирской содовой компании будет создан технопарк. В него смогут войти предприятия малого и среднего бизнеса, которые изготавливают изделия из ПВХ. Для резидентов в рамках сотрудничества будет создана необходимая инфраструктура, производственные помещения, коммуникации, подъездные пути, стоянки, места для погрузки и выгрузки продукции.